Привет! Где-то уже выпал снег, прилавок заполнен вкусным ароматным мандарином. У меня, как, наверное, и у многих, мандарин ассоциируется с Новым Годом и Рождеством. Я не представляю эти праздники без этого чудесного фрукта. Его преподнести на праздничный стол можно по-разному. Мы из него будем готовить ароматный, сказочный, нежный и вкусный рулет. Давайте начнем готовить! Берем яйца, отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем отдельно, добавляем часть сахара от нормы, взбираем на средней скорости, затем увеличиваем скорость. Добавляем оставшийся сахар. И взбиваем вот до такой консистенции. Он становится практически белым. В белки также добавляем три этапа сахара. Добавили сахар, взбили на маленькой скорости, затем скорость увеличиваем и добавляем постепенно сахар. взбиваем белки до твердых пиков, чтобы, когда вы переворачивали миску, белки оставались на своем месте. Вот такой узор. Выкладываем наши взбитые белки в другую чистую миску, побольше, где мы будем замешивать наше тесто. Добавляем сюда взбитую массу желтков. И аккуратно, такими воздушными, легкими движениями массу перемешиваем до однородности. Вот такое у нас получилось. В муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем. И также муку в массу будем добавлять в два-три этапа. То есть добавили немного, перемешали. Затем снова. И тоже перемешиваем очень аккуратно, воздушными, нежными, такими движениями. Чтоб тесто получилось тоже нежным и воздушным. Добавляем снова муку и также перемешиваем. Наше тесто похоже немного на крем. Теперь берите отдельно чистую сухую миску. Немножко выкладываем нашего теста. Две-три лопаточки. Сюда добавляем молоко. И растительное масло. Хорошо перемешиваем. И нашу молочную массу вливаем в основное тесто. И такими же легкими движениями все перемешиваем. Тесто готово. Подготавливаем противень. Застеляем пергаментной бумагой. И выкладываем наше тесто. Распределяем ровно. Чтоб корж получился ровненьким. Чтоб рулетик был красивый у нас. Вот так вот разравниваем аккуратно. И отправляем в духовку. Тем временем займемся начинками. Трем цедру лимона. Берем сотейник. Высыпаем крахмал, сахар. И хорошо перемешиваем. Добавляем часть мандаринового сока. Замешиваем. Так, чтобы не было комочков. С маленьким конечеством жидкости проще избежать комочков. И затем добавляем оставшийся мандариновый сок. Перемешали. Добавляем лимонной цедры. Оставьте немного для посыпки нашего рулета. И лимонный сок. И отправляем вариться. Варим на медленном огне. Постоянно интенсивно помешивая. Вот до полного загустения. Как только масса закипела, наш крем закипел. Пошли бульбышки. Сразу отставляйте. Накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы не было корочки. И даем ему остыть. Тем временем корж испекся. Проверить его можно шпажкой. Если она сухая, то корж готов. Достаем наш бисквит. Застилаем поверхность новой пищевой бумагой. Переворачиваем наш бисквит. И убираем бумагу, на которой он запекался. Она убирается очень легко. Посмотрите, какой бисквит у нас получился. Отрезаем стороны. Для того, чтобы рулет был ровным, красивым и нарядным. Мы же его готовим на праздник. И продолжаем готовить крем. В миску вливаем, в чистую, сухую миску, вливаем холодные сливки. Сливки должны быть обязательно холодными, так они быстрее взобьются. Взбиваем сначала на маленькой скорости, затем увеличиваем до пиков. Должна получиться, как густая сметана. Добавляем в него мандариновый крем, но делим его напополам. То есть часть оставляем для того, чтобы смазывать коржи. Перемешиваем и крем готов. Наш корж смазываем оставшимся мандариновым кремом. Как бы пропитывая его. Крем со сливками перекладываем в кондитерский мешок. Насадка у меня звездочка. И выдавливаем его по краю нашего бисквита. Вот таким зигзагом. Сверху укладываем очищенную свежую мандарину. И сверху на мандарину также выдавливаем крем. И аккуратно заворачиваем наш рулет. Мандаринки будут внутри. Перекладываем наш рулет на тарелочку, на которой будете подавать блюдок на стол. И украшаем. Этим кремом полностью делаем полосочками. Покрываем его наш бисквит, чтобы он стал более нарядным, таким сказочным, снежным. А наверху делаем вот такие вот зигзаги, как покрывальцы для наших свежих мандаринок. И выкладываем дольки мандарина. Чтобы рулет становился еще красивее, сказочнее. Вы посмотрите, какой рулет получился. Это просто загляденье. А какой он вкусный, ароматный. Сверху обязательно притрусите лимонной цедрой. Вот такой праздничный рулет у нас получился. Если вам понравился такой рецепт, готовьте его. Делитесь с друзьями. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Хороших вам праздников, хорошего настроения. И до новых встреч. Готовьте с любовью. Живите вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok